Ну что, в аккорде доигрались. Мы целый год твердили, что за помощь России в обходе санкций рано или поздно Казахстан ожидает последствия. И вот началось. Что касается вопроса о том, что якобы Казахстан включен в какой-то список, то хотелось бы сказать, что мы не получали официального уведомления от европейской стороны. Однако в рабочем порядке нам сообщили, что с 1 марта Казахстан действительно будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы. Если перевести на нормальный язык слова официального представителя МИДа Казахстана Айбека Смодиярова, с 1 марта 2023 года гражданам Казахстана будет значительно затруднена процедура получения виз в страны ЕС. Во-первых, теперь намного увеличится срок рассмотрения и получения виз. Во-вторых, шенген-визы будут выдавать только после тщательных проверок по всем базам. Почти одновременно с этой новостью стало известно о том, что в Польше застряли более 400 казахстанских грузовиков. Застряли – это значит, что их не выпускают из Польши, из страны Европейского Союза. Когда говорят о застрявших 400 казахстанских грузовиках, мы не уверены, что эти грузовики на самом деле казахстанские. Вот и в Польше тоже подозревают, что грузовики с казахстанскими номерами на самом деле принадлежат не казахстанцам, а россиянам и белорусам. Помните наше видео, где российские грузовики в ускоренном порядке получали казахстанскую регистрацию? По факту, это был обход санкций с помощью Казахстана. И таких фактов за год накопилось великое множество. Тут и переезд российских предприятий в Казахстан, и выдача попавшим под санкции российским бизнесменам казахстанского гражданства. 3 февраля, еще перед внесением Казахстана в черный список ЕС, премьер-министр Латвии заявил, что Казахстан, Турция и Армения помогают России обходить санкции. Если для Турции, как страны НАТО, такие заявления не будут иметь особых последствий, то для стран ОДКБ, Казахстана и Армении заявление премьер-министра страны ЕС – это прямой путь под санкции. Руководство Казахстана помогало России не только в экономической сфере. Например, Главное управление разведки Министерства обороны Украины еще 1 мая 2022 года предупреждало, что ведущий российский производитель ПВО Ульяновский механический завод привлекает Казахстан для закупки комплектующих немецкого производства. То есть, согласно данным разведки Украины, Казахстан, по сути, помогал закупать комплектующие для военной техники России. Мы вам показали только два заявления, которые ранее не показывали. А сколько таких предупреждений было за весь прошлый год? Голосование Казахстана в ООН – это вообще верх цинизма. Во всех случаях, когда дело касалось прекращения войны в Украине, представитель Тукаева или голосовал против резолюции Украины, или воздерживался. Например, на прошлой неделе, 23 февраля, представитель Казахстана воздержался по резолюции ООН, требующей вывода российских войск из Украины. А в ходе голосования в ООН по резолюции от 15 декабря 2022 года администрация Тукаева выступила против вывода российских войск из Украины вместе еще с 13 странами-изгоями, такими как Сирия, Северная Корея, Зимбабве, а также Россия и Беларусь. Если руководство Казахстана и дальше продолжит свою линию по поддержке России в военной, экономической и дипломатической сферах, введение полноценных вторичных санкций против Казахстана не за горами. Прозвенели тревожные звоночки. Это предупреждение Тукаеву. Если не прекратишь поддерживать Путина, будут серьезные последствия. Если Тукаев не прекратит помогать Путину, экономика Казахстана может последовать туда же, где сейчас находится экономика России и Беларуси. На дно. На самое дно.